Природные и домашние средства для лечения туберкулеза Туберкулез, также упоминается как туберкулез, является весьма заразной респираторной инфекцией, вызванной бактериями, известными как микобактерии туберкулеза. Хотя в первую очередь дыхательного состояния, туберкулез может также инфицировать и влияют на другие органы тела, как инфекция может медленно распространяться через лимфатические узлы кровь. Инфекция обычно не распространяется в едином социальном контакте, но неоднократного или продолжительного воздействия бактерий увеличит ваш риск. Другие факторы риска включают слабую иммунную систему, снижение жизнеспособности и неправильное питание. Симптомы туберкулеза Общее чувство усталости, постоянный кашель, затрудненное дыхание или одышка, потеря веса, ночная потливость, лихорадка, и ощущение боли в груди, почек или спине. Если не лечить туберкулез может быть фатальным, поскольку это приводит к гибели тканей в инфицированной органе. Вот топ-10 домашних средств для лечения туберкулеза. Чеснок. Чеснок богат в серной кислоте, которая разрушает бактерии, вызывающей туберкулез. Он также содержит алицин и айони, которые были найдены для подавления роста бактерий. Кроме того, его антибактериальные свойства и иммуностимулирующий эффект очень полезны для пациента с туберкулезом. Чеснок можно употреблять в пищу сырые или вареные. Смешайте половину чайной ложки рубленого чеснока, один стакан молока и четыре стакана воды. Кипятить, пока она не сводится к одной четверти объема. Пить смесь три раза в день. Добавьте 10 копеек сока чеснока на стакан горячего молока и пить его перед сном. Не пить воду после этого, так как это может уменьшить положительный эффект. Нарезать 10 зубчиков чеснока и варить их в одной чашке молока. Ешьте вареные кусочки чеснока, а затем пить молоко. Делайте это ежедневно в течение нескольких месяцев. Бананы. Бананы являются отличным источником питательных веществ и кальция, которые могут помочь повысить иммунную систему больного туберкулезом В. Они также могут помочь облегчить кашель и лихорадка. Возьмите спелый банан, разомните его и смешайте водной чашки кокосовой воды, одну половину чашки огурта и одну чайную ложку меда. Потребляют его два раза в день. Сделать сырой банановый сок и пить один стакан ежедневно. Можно также пить сок стебля растения банана, чтобы облегчить симптомы, такие как хронический кашель, избыток мокроты, чрезмерное потовыделение в ночное время с высокой температурой и т.д. Медленно потягивая от 1 до 2 чашек банана стволовой сока каждые 2 часа, пока симптомы ослабевают. Барабанная палочка Голень обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь устранить ТБ-бактерии, вызывающие из легких и уменьшить воспаление в результате инфекции и постоянный кашель. Кроме того, обрез стручки и листья являются хорошим источником каротина, кальция, фосфора и витамина С. Отварите горсть листьев в голени одной чашки воды в течение 5 минут. Дайте ему остыть и добавить соль, перец и лимонный сок. Пить этот день утром на голодный желудок. Также вареные голени можно употреблять ежедневно, чтобы получить облегчение от инфекции. Индийский крыжовник Индийский крыжовник, также известный как Амла, обладает противовоспалительным и антибактериальными свойствами. Различные питательные вещества в индийский крыжовник обеспечивают энергию и повысить способность организма функционировать должным образом. Де семенем 3 или 4 индийских крыжовник. Выжать сок с помощью и черточка от 1 столовую ложку меда и хорошо перемешать. Пить это каждое утро на пустой стомач. Рауиндийский крыжовник или его порошок также можно употреблять. Апельсины Апельсины имеют много важных минералов и соединений. Апельсиновый сок имеет физиологические действия в легких, что облегчает экспичторотеонс и защищает организм от вторичных инфекций. Это может стимулировать иммунную систему, а также Добавьте щепотку соли и 1 столовую ложку меда на стакан свежевыжатого апельсинового сока. Смешайте это тароуглой. Дринк это два раза в день, один стакан утром, а другой в вечернее время. Кремовое яблоко Омолаживающий свойство в кремовое яблоко также может помочь в лечении туберкулеза. Обычно используется мякоть кремовое яблоко. Отварить мякоть 2 черемоя и 25 изюм без косточек в 1,5 стакана воды, пока 1 треть воды не осталось. Процедить смесь и добавить 2 чайные ложки сахарной пудры и 1 четверть чайной ложки каждого из кардамона и корицы. Дайте ему остыть. Выпейте это два раза в день. Черный перец Черный перец помогает очистить легкие, что в свою очередь помогает облегчить боли в груди, связанные с туберкулезом. Кроме того, благодаря своим противовоспалительным свойствам, он может уменьшить воспаление, вызванное бактериями и постоянным кашлем. Фрай в 8 до 10 черного перца выяснены бутер. От щепотка асофетида порошка и дайте смеси остыть. Разделите смесь на три равные части и имеет одну дозу каждые несколько часов. Грецкие орехи Грецкие орехи выступают в качестве источника силы и стимулировать иммунную систему людей, страдающих от туберкулеза. Различные питательные вещества в грецких орехах может ускорить процесс заживления. Объедините две чайные ложки измельченного порошка грецкого ореха и одну чайную ложку чеснока пасты. Добавьте одну чайную ложку очищенного масла и тщательно перемешать ингредиенты. Ешьте это один раз в день. Грецкие орехи также могут быть добавлены в питание, чтобы держать иммунную систему сильной. Мята Мята является очень выгодным для лечения туберкулеза в связи с его исцелением и антибактериальными свойствами. Это средство поможет растворить слизь, оживить органы тела, и питают легкие, а также помогает предотвратить опасные побочные эффекты лекарственных препаратов, принимаемых для туберкулеза. Смешайте одну чайную ложку сока мяты, две чайные ложки меда, две чайные ложки чистого солода уксуса и полстакана морковного сока. Разделите смесь на три равные части, и пить одну дозу каждые несколько часов. Зеленый чай Зеленый чай может помочь в лечении туберкулеза из-за его высокой антиоксидантной содержания и иммунными усиливающих свойств. Он также содержит полифенольные соединения, которые могут ингибировать пролиферацию бактерий, вызывающих эту болезнь. Листья зеленого чая можно заваривать с теплой водой, чтобы сделать чай. Если листья зеленого чая недоступны, вы можете взять их в форме и капсул легко найти на рынке. Исследуйте больше пользы для здоровья зеленого чая в этом посте. Туберкулез не следует принимать всерьез. Правильное медицинское лечение в сочетании с домашних средств может помочь преодолеть эту проблему со здоровьем.